всем привет в очередном выпуске новостей от приан трудности германии радости испании оригинальный взгляд на самые популярные страны покупателей недвижимости со всего мира и первые итоги первого полугодия от нашего портала от приан начинаем мы уже не раз отмечали рынке недвижимости в западной европе находятся под давлением растущих процентных ставок высокой инфляции и снижающегося спроса неделю назад мы особо обратили внимание на швецию власти которой даже заявили о необходимости вмешаться в ситуацию остановить банкротство компаний связанных так или иначе с коммерческой недвижимостью а заодно помочь домохозяйством справиться с растущими ипотечными долгами впрочем ситуация в швеции все-таки особая она заметно хуже чем в среднем в европе но и удельный вес шведской экономики не так велик в этой связи гораздо интереснее оценить происходящее например в германии где рыночные показатели также ухудшаются по данным федерального статистического управления в первом квартале цены на жилье здесь упали на 6,8 процента в годовом исчислении и более чем на три процента только за первый квартал такого падения не было аж 23 года с одной стороны это очевидно подтверждает кризис но с другой позволяет говорить даже об оздоровлении рынка который проходит коррекцию после многолетнего роста а коррекции кстати эксперты во главе с немецким центробанком предупреждали еще до пандемии это явление нормальная воспринимается она экспертами в общем-то даже отчасти положительно потому что напомню до 2022 года рынок недвижимости германии рос порядка десяти процентов в год причем в разных регионах городах федеральных землях и на сегодняшний момент мы имеем небольшой отскок назад эксперты говорят о том что это пять шесть процентов пожилой недвижимости в крупных городах что в принципе абсолютно не является трагичным и на сегодня мы исходим из того что после этого отскока рынок немножечко постагнирует и в следующие годы будет расти дальше он уже чуть более медленными темпами действительно самое существенное падение цен фиксируется сейчас в городах большой семерки больше всего там подешевели одно и двухкомнатные дома более чем на десять процентов это существенное безусловно снижение но не забудем оно произошло после серьезного взлета за 10 лет с 2012 года вторичная недвижимость в германии подорожала например на 77 процентов в берлине цены выросли аж на 120 в мюнхене на 85 так что корректнее говорить что сейчас мы имеем дело не столько с кризисной сколько с творческой ситуации по крайней мере для серьезных покупателей можно отметить две тенденции большое количество предложений на рынке и относительно небольшое количество непосредственно сделок купли-продажи связано это с тем что ставки до сих пор находится на высоком для германии уровне порядка 4 процентов плюс геополитическая неопределенность ведет к тому что многие покупатели выжидают что ведет на самом деле к отложенному спросу и только наступит некое геополитическое понимание сразу же начнут заключаться сделки и цены будут потихонечку расти поэтому для входа в рынок для покупок сейчас прекрасный момент так что для тех кто интересуется недвижимостью в германии возможно время для покупки сейчас действительно неплохое да если вы и ваш капитал находитесь в россии сделку привести трудно но различные схемы риэлторы предлагают сейчас очень активно в описании к нашему выпуску актуальные предложения на прян не стесняйтесь обращаться а вот в южной части европы ситуация совсем иная испанская недвижимость продолжает расти в цене вслед за спросом новостройки в стране за год к июню выросли на 6,4 процента почти достигнув пересчете на квадратный метр максимума в 2007 года до рекорда осталось буквально 100 евро одновременно по данным идеалиста за год в 19 из 22 провинциях выходящих к морю или океану за последний год сократилось предложение максимально в санта-круз детенрифы аж на 30 процентов из-за этого цены на курортах растут активнее например в costa del sol они увеличились за год на 14 процентов на болиарах и любимой нами costa blanke на 11 динамика продаж и цен в испании во многом определена спросом со стороны иностранцев только в первом квартале более 23 тысяч сделок в стране совершили не испанцы доля их а это 14 с половиной процентов в общем числе сделок не рекордная но близкая к этому даже россияне по данным компании sonnell research увеличили число сделок по сравнению с первым кварталом 22 года на 42 процента общее их число превысило 700 самые популярные регионы все те же валенсийское сообщество андалузия каталония и кстати испания стала самой желанной страной для покупателей недвижимости из большинства стран мира это уже данные портала мува диби ком авторы исследования проанализировали поисковые запросы граждан из 150 стран в 34 самой востребованной оказалась именно испанская недвижимость впрочем анализ запросов в поисковиках это в данном случае фишка интересная скорее маркетологом авторы исследования заявляют что испания стала самой популярной у граждан россии украины казахстана но например если подсчитывать число сделок то в прошлом году в турции россияне купили в пять раз больше жилья чем в испании среди украинцев разрыв не столь существенный но тоже в пользу турции так что между хочу и покупаю разница как обычно велика ссылку на подборку испанской недвижимости вы также найдете в описании к этому сюжету ну и раз уж мы заговорили о самых популярных странах то в заключении предлагаю вам свежую статистику прян за первое полугодие 23 года рейтинг самых популярных стран русскоязычных посетителей еще раз подчеркну мы говорим не только россиянах ведь около половины нашей аудитории это граждане других стран первое место по-прежнему уверенно за турции на которую приходится чуть больше четверти всех запросов на второе место опередив эмираты вырвалась черногория испания год спустя вернулась в первую пятерку высоко взлетел египет и кстати это единственная страна число запросов по которой резко выросла даже по сравнению с рекордным двадцать вторым годом также относительно высоко поднялась индонезия к статистике за полугодие мы еще вернемся уже в следующих выпусках пока же прощаюсь на неделю еще больше новостей и объектов как обычно на приан и приан инфо ставьте лайки подписывайтесь на канал всем мира и безопасности